Здравствуйте! Меня зовут Самойленко. Наталья не секрет, что наш канал посвящен декоративным культурам для сада. И мы стараемся избегать тематики рассады и плодово-ягодных растений, оставляя это более опытным блогерам. Хотя, для повышения популярности и увеличения рейтинга это было бы совсем неплохо. Однако, сегодня немного другой случай. Мои коллеги попросили меня подготовить сюжет об одном интересном декоративном сорте облепихи – хайкл. Сорт действительно интересный и заслуживает отдельного внимания. Но рассказать только о хайкл и не рассказать об облепихе в целом, наверное, было бы неправильно. Итак, начнем. Несмотря на то, что облепиха относится к семейству лоховых, лохушкой ее не назовешь. Ее правильнее сравнить с пионеровыми первопроходцами, осваивающими новые территории. Ну скажите, много ли вы знаете растений, которые выдерживают засоление, прекрасно растут на бедных печаных почвах и сознательно выбирают влажный и сырой климат? А забыла! Еще при этом обильно плодоносит. Мне на ум приходит только роза морщинистая. Ну и героиня нашего сегодняшнего выпуска облепиха. Возможно, именно за ее способность расти в песке вдоль побережья с датского, немецкого, английского и некоторых языков она переводится как ягода песков и морская колючка. А вот свое русское название облепиха получила из-за того, что ветки буквально облеплены плодами. Кстати, это не единственное ее имя. Ее также называют золотой ягодой. И русским ананасом. Природный ареал облепихи достаточно обширен и захватывает абсолютно разные климатические зоны. К примеру, облепиху можно встретить на всем Балтийском побережье. В Финляндии, Польше, Германии и Дании. Кроме Балтики она заселяет прибрежные районы Соединенного Королевства. Растет как в Западной и Восточной Сибири, так и на Кавказе. Но и это еще не все. Ягода песка стала своей в таких странах, как Китай, Индия, Непал, Мутан, Пакистан, Афганистан и даже Монголия. Только представьте себе ее географию. Не каждое растение может похвастаться толерантностью как высоким, так и к низким температурам. Облепиха выдерживает от минус 43 до плюс 40. Наибольшая зимостойкость у нее в период полного покоя, то есть где-то в ноябре-декабре. В этот период некоторым экземплярам не страшно, даже минус 50. В феврале-марте зимостойкость несколько снижается. Для женских экземпляров она снижается до минус 40. А вот мальчишки немножко менее зимостойкие, всего лишь минус 35. Теперь несколько слов о почве, влажности и освещении. Облепиха будет расти почти на любых почвах, кроме тяжелых. Глинистые грунты из-за плохой воздухопроницаемости ей категорически не подходят. Идеальной почвой для облепихии может стать субпесчаный суглинок с большим содержанием органики и нейтральной реакцией. Несмотря на то, что облепиха считается достаточно засухоустойчивой, она остро нуждается во влаге во время цветения и в период созревания плодов. От недостатка воды растение может сильно пострадать и даже погибнуть. Также не стоит забывать, что русский ананас очень требователен к освещению. Выбирайте для него солнечные, хорошо освещенные места. Интересна и корневая система облепихи. Она чем-то похожа на представителей семейства бобовых. Корни живут в симбиозе с азотофиксирующими бактериями и переводят нерастворимые органические минеральные вещества из почвы в более растворимое состояние. Возможно, именно поэтому в Канаде была целая государственная программа, по которой фермерам, которым не повезло с землей, бесплатно выдавали саженцы облепихи. Ее километром высаживали ветрозащитные полосы и на участки с бедной почвой. А в Восточном Китае были разработаны системы агролесомелиорации для восстановления земли с высоким содержанием солености. Вообще облепиха это удивительное растение. Ее используют не только как растение пионер и ягодную культуру, но она нашла себе применение в медицине и фармакологии. Между прочим, облепиха побывала даже в космосе. Правда, в виде защитного крема от космической радиации. Но разве это так уж важно? Очень обидно, что на сегодняшний день мы недооцениваем эту культуру. Иногда мне кажется, что мы даже ее стыдимся, пренебрежительно называя ее ягодой для нищей. А в это время во всем мире к этому растению повышенный интерес. И не только с точки зрения пожрать или мелиорации, но и как к растению интересному с точки зрения ландшафтного дизайна. Вспомните, какой у облепихи изящный серебристый лист. А теперь представьте себе ее плодоносящий. Ну разве это не красавица? Только важно помнить, что облепиха это двухдомное растение. Есть мужские и женские экземпляры. И для плодоношения нужны оба. На одного мальчика приходится 4-6 девочек. Причем не обязательно, чтобы они сидели рядом. Если учесть направление ветра, то мальчик может находиться на расстоянии 50-60 метров. Отличить одно от другого несложно. Посмотрите на фото. Вот так выглядит почка на мужском растении. А вот так на женском. Помимо почек, кустарники еще сильно отличаются по форме. Мне очень нравится, каких описывает моя коллега. Со стороны издалека посмотреть на куст. Как любая барышня, проснувшаяся по утру, что мы делаем? Я готова. Причестная, накрашенная, все хорошо. Мужик проснулся с утра, хорошо, если до офиса доехал, причесался. Если ему опять же сказали служивцы, то хорошо. Издалека куст выглядит точно такой же. Особенно, если два рядом. Барышня ровная, узкая ветвь, явно почечки, более прижатые. Даже если они уже перераспустились, но общий вид растения, один проснулся, так в офисе приехал, и барышня явно проснулась, такая уже причесалась. Более узкая, и мужик такой растрепанный. Вот издалека, если особенно есть два рядом, есть чем сравнивать, видно сразу. И есть еще один нюанс. Совсем молодые растения, к сожалению, не имеют ярких лавых признаков. Они впервые появляются в возрасте 4 лет. Итак, подведем итог. Облепиха очень декоративное и некапризное растение. При посадке ее лучше всего заглубить на 5-10 сантиметров и выбрать обязательно солнечное место. Почвы должны быть влажными и воздухопроницаемыми, с нейтральными PH. Не забывайте, ей нужна пара и капелька вашей любви. И тогда она вас никогда не разочарует. Пока рассказывала об облепихе, не заметила, что исчерпала все время. Если никто не против, то про хайкал я расскажу в следующем выпуске. А пока спасибо за внимание и до новых встреч. Ну и конечно, ждем вас в нашем садовом центре. Продолжение следует...